Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами изучение соборных посланий святого апостола Иоанна Богослова на библейском интернет-портале экзегет.ру. Сегодня мы с вами рассмотрим третье соборное послание. «Старец возлюбленному Гаию, которого я люблю поистине, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья, и засвидетельствую о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. «Возлюбленный, ты, как верный, поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступаешь, если отпустишь их, как должно, ради Бога. Ибо они ради имени твоего пошли, не взяв ничего от язычников». Такие первые семь стихов. И здесь мы видим, что опять старец Иоанн Богослов обращается теперь уже к возлюбленному Гаю. И для него нет ничего дороже, как он сам здесь свидетельствует, как только то, что ему доставляет радость, как видя, что возлюбленный Гай и его сторонники, они ходят в истине. Так он и пишет, что нет больше для меня радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. И также он указывает на главную добродетель любви, которая есть в этом человеке. Это его страннолюбие. Так он и пишет. Засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступаешь, что принимаешь братьев и странников. И здесь он дальше говорит, что они пошли ради имени его, то есть Христа, не взяв ничего от язычников. Итак, кто такие люди, пошедшие ради Христа? Это странники во Христе. Очень интересно, об этом пишет Беда Достопочтенный. «Люди делаются странниками ради имени Господня по двум причинам. Либо отвергли себя, чтобы проповедовать его имя, либо будучи изгнаны ближними с родной земли за веру и исповедание святого имени Бога». Есть два типа людей, как пишут Беда Достопочтенный, странствующих. Одни пошли, чтобы проповедовать Слово Божие, а другие гонимы за истину Божию. Также свидетель Леон Златоуст пишет, комментируя 8 стих. «Итак мы должны принимать таковых, чтобы сделались они с подспешниками истины». И свидетель Леон Златоуст пишет, цитата, «Он, то есть Иоанн Богослов, научает нас не ожидать нуждающихся, когда они к нам придут, но выбегать им навстречу и следовать за ними. Так делал Лот, так поступал и Авраам». Мы видим, что свидетель Леон Златоуст говорит о важности добродетели, так должны принимать таковых и сделаться с подспешниками истины, то есть поспешать, не ждать, а именно выходить навстречу. Мы помним, как Авраам вышел навстречу странникам и сам не знал, что принял ангелов и прообраз святой Троицы. Мы помним, как Лот, когда те ангелы двое, уже другие ангелы, пришли в Содом и Гоморру, и Лот вышел им навстречу и дал им кровь, и защищал их от этих распутных людей, которые жили там садомлян, которые там ломились в двери, хотели выломать, лишь бы только насладиться своим грехом. И тот и другой, как приводит их в пример Ситлян Златоуст, они являются образцом странно-приимства. И далее мы читаем с вами. «Я писал церкви, но любящие первонствовать, у них диарев не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев и запрещает желающим и изгоняет из церкви. «Возлюбленный, не подражая злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога. О, Дмитрий, засвидетельствуем всеми и самую истинную, свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство наше истина». Мы видим, что, несмотря на то, что евангелисты и Иоанн Богослов, как его и называют, апостол любви и говорит о важности любви страноприимства, но как во втором послании он обличает еретиков, так и здесь обличает жестокость этого человека. Поэтому смирение, это не означает бездействие и не означает, что мы должны говорить, ну ладно, раз оно так идет, пусть оно так и идет. Нет, смирение — это совсем другое. Смирение, оно всегда в действии. Вспомним святителя, вернее, великого князя Дмитрия Донского, когда он пришел к преподобному Сергию Равдышевскому, и он благословил его на ратный бой на Куликовом поле 1380 года. И кого он дал ему в помощники? Правильно, двух монахов. И скажу даже больше, не монахов, а схимонахов. И по смирению они берут оружие и идут на поле брони. Поэтому смирение, это не означает какое-то амебное состояние. Здесь необходимо, чтобы понять, что есть смирение, если это вообще можно как-то понять, а лучше сказать, воспринять в своей жизни, необходимо пропитаться духом Святого Евангелия и Святоотеческим Духом. И мы видим, что здесь, как пишут об этом, что есть некий противник, который любит пернствовать, то есть он ищет первое место и производит раскол, по сути, в церкви. И говорит, у них некий диотреф не принимает вас, то есть изгоняет некоторых из церкви. То есть он полюбил власть, он получил церковную власть и начал действовать по принципу века сего. Какому? Разделяя властвуй. Апостол Иоанн Богослов говорит, что и власть, и все, что есть у нас, все это дается человеку от Бога, и поэтому необходимо этим распоряжаться любовью по отношению к Богу и друг к другу. Но он здесь понял это иначе. Он понял это в духе мира сего и производить начал в церкви расколы. Поэтому о нем предупреждает. Апостол, что он поносит злыми словами, и апостол Иоанна Богослова, и других, и недовольствуется тем сам, не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет их из церкви. То есть он творит бесчинство. Многие, имею, говорят, писают, надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам. Снова видите, как он и прежнее послание завершил тем, что не хочу чернилами, но прийти и поговорить так и здесь. Он говорит о самом главном обучении не через книжки, не по книжкам, а именно от сердца к сердцу, от устам к устам. И далее завершает это послание 15 стихом и говорит «мир тебе». Вот очень важные слова. Он сначала говорит о любви, потом говорит о неком человеке, разделяющем в церкви и получившем власть, и начав злоупотреблять этой властью. А теперь говорит «мир». Какой же мир? Мир, о котором говорил Христос. Как и Христос говорил. «Мир даю вам не так, как дает этот мир». Вас, говорит, мир не слушает, потому что вы не от мира. Мир тебе. Приветствуют тебя друзья. Приветствуют друзей. Поименно Аминь. Видите? То есть, несмотря на то, снова и снова повторю, что апостол-евангелист Иоанн говорит о любви, тем не менее, он разделяет, кто друг, а кто враг. Тот, кто служит дьяволу, тот, в общем-то, в своих убеждениях, он является врагом по отношению к Богу. Конечно же, нужно к нему относиться снисходительно. Но как об этом пишет и апостол Павел, он говорит, «к одним будьте снисходительными, а других и страхом спасайте». Об этом будет писать и в своем послании брат Господень Иуда. Все способы хороши, дабы человека отвратить от ложного его пути. Не то, чтобы строго относиться к этому врагу или человеку, но лишь строгость проявлять в том, чтобы помочь ему исправиться. Если видим, что здесь необходима строгость, как говорит апостол Иоанн Богослов, то ее надо и употребить. Итак, вот о чем это послание. Третье соборное послание. Оно очень короткое, но достаточно содержательно по своему внутреннему повествованию. Пожалуй, на этом мы и завершим с вами исследование всех трех соборных посланий святого апостола Иоанна Богослова. Субтитры создавал DimaTorzok